Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю проходить Гарри Поттер и Философский Камень на PS1. Так, я так думаю, что эта серия у нас будет последней. Нас тут осталось совсем ничего. Так, во-первых, нам нужно найти ключ, сыграть в шахматы, там еще будет тролль и сразиться с Волан-де-Мордом. Хотя не знаю, может быть сейчас мы ключ поймаем и потом тролль будет, а потом шахматы, а может быть наоборот. Я точно последовательно не помню. Ой, блин. Короче, опять немножечко подлагивай, но ничего страшного. Эмулятор, блин, PS1 первый лагает больше, чем PS2. PS2 вообще нормально, стабильно работает, эмулятор. А по ресурсам, блин, PS2 куда мощнее, чем PS1. Сейчас посмотрим. Я уже даже пробовал переустанавливаться, короче, лагает. Может он плохо работает с Windows 8? Это невозможно, блин, почему так? Короче, у меня почему-то все лагает. Да блин, хватит. Я даже не знаю, с чем это связано. Все, разлагался эмулятор. Хотя, временами бывают какие-то фрезы, блин. Нам надо как можно быстрее ключ поймать. Тогда мы спустимся на землю и лагать перестанет. Нужно следить за самым ключом. Нам придется дольше держаться в воздухе. Да хватит, блин. Так, пролетел мимо. Так, еще чуть-чуть осталось, и мы, в принципе, закончим этот дурацкий полет. Почему-то сегодня у меня эмулятор начал подлагивать больше, чем обычно. Да хватит. Да е-мое. Блин, я даже не знаю, что делать. Может попробовать переустановить эмулятор? Ну, сейчас посмотрим, что будет дальше. Будет дальше подлагивать или нет? Надеюсь, что не будет. Ну, блин. Временами все-таки есть какие-то фрезы. Ой, блин. Так, в общем-то, я перезапустил эмулятор. Это не помогает. Ладно, попробую другую версию вообще от других разработчиков скачать. Что-то эмулятор лагать начал. Так, но для этого нам нужно сохраниться на карту памяти. Хотя это тоже, наверное, не сработает. Я не знаю, можно ли будет с другого эмулятора перетащить карту памяти. Хотя, в принципе, у них, наверное, формат одинаковый. Я же с интернета скачиваю, блин, сохранение. Да, наверное, все-таки формат будет одинаковым. Так, ну, по крайней мере, сейчас что-то не лагает уже. Ага, не лагает, блин. Ну ладно, попробую переустановить эмулятор. Может быть, что-нибудь получится. Сука, блядь, ебаная хуйня. Так, ладно, я попробовал. В общем-то, мне не получается перенести сохранение на другой эмулятор. Придется вот так вот немножечко с фрезами играть. Я не знаю, почему до этого же все нормально было. Нет, сейчас начал тупить почему-то. Следующая загадка — это огромная шахматная доска. Рон собирается сыграть. Надеюсь, он в порядке. Я победил большую часть фигур, но не думаю, что смогу пройти доску. Твоя очередь. Рон, как ты? Гарри, ты должен быть осторожным и уклоняться от фигур. Они ходят на одну клетку. Чтобы пройти доску, ты должен заставить фигуры сражаться между собой. Так, сейчас я попробую по-быстрому. Так, в принципе, у меня есть уже идея. Блин, я не знаю, что делать. Пойду сюда. Ну ладно, давайте посмотрим, что будет здесь. Я пойду сюда. Одна фигура съест. Так, это близко подойдет ко мне. А, смотрите-ка. Все, 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 точно так же, как я и хотел. Сейчас они друг друга переубивают. Так, а вот здесь у нас... А, все будет посложнее. Так, сюда. Так, сюда. Так, сюда. Так, а вот это я зря сюда пошел. Да, все, мне хана. Так, хорошо, идем сюда. Так, сюда. А, раньше же все легко было. А, смотрите-ка, я по... Я немножечко ступил, конечно. Надо было сюда отходить. Это, на третьем этапе надо было влево. Надо по диагонали идти влево. Так, ну ладно, давайте идем сюда. По идее, они должны друг друга убить. Так, теперь мы должны вроде по диагонали идти. Потом там по... По мере поступления проблем разберемся, куда дальше идти. Ну, вроде как, нам надо два раза по диагонали, а дальше уже от обстоятельств зависит. Так, эти две фигуры друг другу убьют. Так, идем сюда. Так, те уже разобрались. Так, а теперь идем назад. По той же самой диагонали, по которой пришли. И они друг другу убьют снова. Ничего сложного в этом нет. Кстати, нам надо подлечиться, потому что у нас почти здоровья нет. Тихо, аккуратно. Так, дурацкий автопрыжок. Ладно, пойдем дальше. Так, сейчас вроде бы... Да, 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 тролль. О, блин. О, нет, он проснулся. Держись, подержись, пока он еще не пришел в себя, шел в себя. Да, я вспомню заклинание, чтобы открыть следующую дверь. У нас будут проблемы. Если он проснется, у нас будут проблемы. Опять слага подлагивает. Околбуй все объекты и убери их с пути. Я вот не знаю, почему именно вот сегодня начал лагать эмулятор. У меня, блин, и так времени мало бывает, чтобы... Венгардиум Левиоза. Снимать. Серия. Он еще взял и лагать начал эмулятор. Я уже скачал другую версию, но... Венгардиум Левиоза. И для примера я включил эмулятор PS2. А вот он работает как раз-таки нормально. Надо было более раннюю версию, что ли, скачать. Венгардиум Левиоза. Другой эмулятор не работает. Ну, так сказать. Он работать-то работает. Дело в том, что... Венгардиум Левиоза. Он не принимает мои файлы сохранения. Венгардиум Левиоза. Давай быстрее уже, пеки. Венгардиум Левиоза. Может попробовать в настройках что-нибудь поковыряться? Сейчас с троллем мы разберемся. Венгардиум Левиоза. Да ё-моё. Венгардиум Левиоза. Так, в общем-то. Вроде бы я более-менее починил. Так, дело в том, что... Так как я скачал второй эмулятор, теперь я могу... Ой. Капец. Я очень далеко от него ушел, но... Сейчас, походу, все преимущества, которые я выиграл... Я проиграю. Фух. Это было близко. В общем, так как я скачал второй эмулятор, я в настройках полазил первого эмулятора, на котором я все время проходил, это и Silent Hill первый проходил. И обнаружил, что теперь... Тьфу, пронесло. Посмотрим, что дальше. Я могу включать... Движок... Видеодвижок... Вот второго эмулятора, на первом эмуляторе. Поэтому я решил попробовать. Похоже, тебе следует выбрать кубок, в котором находятся рыцарь и щит. Ты видел что-то на щите? Похоже, это снадобье льда. Наверное, с его помощью мы сможем пройти через огонь. Так, а у меня есть один вопрос. А что будет, если я неправильно угадаю? Самая левая, короче. Самый левый наперток. А что будет, если я... Неправильно угадаю так. Внутреннее сохранение эмулятора работ... А вот внутреннее сохранение эмулятора теперь не работает на этом движке. Ну ладно, давайте попробуем. Неправильно. Кстати, и там было совершенно другое. Я же в... А-а-а, смотрите-ка. Значит, неважно, куда я стрельну, всегда будет правильный. Или тут рандомно? Подождите, он должен был быть левым. Хорошо, Гарри. Но тут всего лишь одно снадобье. Думаю, тебе придется пойти самому. Я постараюсь чем-нибудь помочь Рону. Будь осторожен, Гарри. Конечно, жаль то, что не работает внутреннее автосохранение. Я бы эксперимент провел. Вроде бы, самая крайняя левая в прошлый раз была. Так, здесь тоже у меня, короче, сохранения нет, поэтому придется... А-а-а. Я знал, что я встречу тебя именно здесь, Поттер. Ты очень много знаешь, чтобы быть живым. Так, здесь так. Так, здесь так. Да, ё-моё. Да хватит. Не успеваю. Так, отлично. Он после каждого удара сначит. Не понял, что это за баг был. Он после каждого удара сначит. Чёрт, Поттер. Но, но, учитель, я не виноват. Так, как раз мне дают возможность восстановить полностью здоровье. Сейчас нам придется сражаться с Улан-де-Мортом. В принципе, я знаю, как его убедить. Но здоровье он меня точно отнимет. Тут все от рандома зависит. Камень у него. Гарри Поттер, отдай мне камень, я уверен, он у тебя. Да, я поговорю с ним сам наедине. Но, учитель, вы ещё очень слабы. У меня хватит на это сил. Отдай камень. Так. Не пиндо! Умри, Поттер. Ты. Вот, вот из-за этой фигни. Короче. Близко подходить ещё и нельзя. Умри, Поттер. Тихо. Так, отлично. Умри, Поттер. Да ё-моё, быстрей. Снип-эндо! Снип-эндо! Умри, Поттер. Не долетел. Недолёт получился. Снип-эндо! Умри, Поттер. Снип-эндо! Снип-эндо! Так, ну и долго же у него здоровье, блин, отнимается. Снип-эндо! 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 Умри, Поттер. Не туда, не туда, значит. Снип-эндо! У меня, Поттер, отдай, каминь. Сейчас даже будет намного легче сражаться. Освеннее предупреждение. Снип-эндо! 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 Так, отлично. Так, слишком быстро спешить не стоит. Ну, то есть, слишком сильно спешить. Ай, блин. Так, отлично. Так, они до меня не долетают. Так, отлично. Еще один раз, и, похоже, потом... будет этот... QTE. Даже я не знаю, можно ли это QTE назвать. Там просто надо будет тупо долбить... по одной клавише. Ну, иногда вторую. Да, это QTE все-таки. Там же две клавиши на тут. Отлично. Только вот здоровья-то у меня маловато осталось. Теперь не уйди от меня, Поттер. Хорошо. Обещаю, ты умрешь, умоляя обощаде, как и твои родители. А, у меня здоровье восстановилось. Прикольно. Так, а я че, если я двумя пальцами буду держать? Не получается, неудобно. Ну ладно, сейчас мы его быстро победим. Так, и последний удар. Отлично. Дамблдор улыбнулся. То, что произошло в подземелье между тобой и профессором Квириллом, полная тайна, сказал он. Однако уже вся школа знает об этом. Камень был уничтожен, но Гарри все еще боялся, что это не сможет помешать возвращению лорда Волан-де-Морта. Дамблдор кивнул головой, разделив его беспокойство. Ладно, Гарри, если мы все-таки замедлим возвращение Волан-де-Морта, то он вряд ли сможет себе вернуть свои былые силы. Гарри спустился вниз, чтобы присоединиться к празднованию. Большой зал был украшен зеленью и серебром в честь победы с Лизерина в Кубке Факультетов. Когда Гарри вошел, все стали перешептываться. Он сел между Роном и Гермионой, пытаясь не реагировать на взгляды других учеников. Кубок Факультетов, заявил Дамблдор, получает команда, набравшая больше всего очков. На данный момент, похоже, это Слизерин. Все сидящие за столом Слизерина начали радоваться и хлопать. Однако, продолжил Дамблдор, чтобы отметить величайшую отвагу мистера Гарри Поттера, я награждаю Гриффиндор с шестидесятью очками. Ну да, в принципе, шестидесять очков хватит, чтобы победить. О, Гарри взорвался от криков и аплодисментов. Эти очки позволили ли Гриффиндору выиграть Кубок Родов? Это был самый лучший вечер в жизни Гарри. Это было лучше, чем победа в матче или Рождество. Он никогда не сможет забыть этот вечер. Сейчас опять будут очень-очень длинные... ну, очень длинные роли, которые я не смогу пропустить. В общем-то, у нас не было одной катсцены. То есть, не катсцены, а вот этот, где в книжке рисунок рисовали. У нас не было одного арта, где Рон нам дал нашу собственную карту. Коллекционную карту Гарри Поттера. Это, скорее всего, зависит от того, что соберем мы все карты или нет. Также не было еще одной дополнительной катсцены, которая в конце, типа, показывала, как песочные часы насыпались и мы максимум достигали. Это, скорее всего, зависит от количества очков, которые мы собрали. Итого, по факту, возможно, у нас есть вариант получить четыре концовки, чуть-чуть неотличающиеся. Ну, комбинирую... комбинированные. Но это не факт. Сейчас мы узнаем, кто в этом году получит кубок родов. Так вот, это самая катсцена. Хорошо, значит, есть всего лишь две концовки. Равенклоу. Хаффлпуф. Так, было где... Ну, даже максимум 55 очков у них. 34. 34 у них очка сейчас. Гриффиндор. 85 минус 34 получается 41. Роуд, Гриффиндор лидирует по набранным очкам. Неа, мы должны были проиграть. Гриффиндор должен был проиграть. 85 минус 34 получается 51. Они лидировали на 50 очков как минимум. Плюс там еще не знаю, сколько очков было. Даже если... Они должны были либо на 51 лидировать, либо более. В таком случае, сейчас у нас должна быть ничья. Если у нас действительно на прошлый раз было 51. Так, давайте-ка мы сохранимся сюда. И посмотрим, сколько у нас там процентов. Пусто. У нас в альбоме нет ни одной коллекционной карточки. Итак, посмотрим, сколько процентов сейчас. 89. Все-таки карточки тоже входят в проценты. То есть, чтобы набрать 100%, надо все карточки забрать. Ну, а на этом все. Всем спасибо за просмотр. С вами был Роман Раскольников. До встречи в следующих видео. Всем пока. Так, в общем-то, включил я обратно старый движок. Игра вроде бы как теперь не лагает. Были небольшие проблемы в том, что она была слишком ускоренной. В общем, возможно, у меня какие-то просто настройки слетели в файлики. Вроде как, эмулятор показывает такие настройки, а по факту, может быть, в файлике были написаны другие совсем настройки. Так, в общем-то, оказывается, сохранения на том эмуляторе работали, просто он не делал превью для этих, как его там, ну, для слотов сохранения. Так, свободный. А, почему тут все свободные слоты? Хм, опять сохранение, короче, слетело. Ну, короче, я сделал сохранение через другой движок эмулятора. И просто я посмотрел, а превьюшек не было. Поэтому подумал, что вот так вот. Так, теперь давайте я... Какое дело? Я в центр стрелял. Давайте попробуем. Вправо. А, так значит, вот оно что. То есть, если я неправильно угадаю, то... Так, стоп. Смотрите-ка, опять не хочется. Так, отлично. Так, а если я влево стреляю? Тоже. Я ошибся, значит. Значит, все-таки он был не слева, а посередине. И если мы не угадаем, то он заново начинает. Да, это все не пропускается, конечно. Кстати, а вот второй раз будет все то же самое же или по-другому? Сейчас. Я просто... Я не слежу сейчас, потому что... Я попросил на начало. Но... Да, 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 да. Так, у меня есть одна идея по поводу того, как можно в эту фразу победить. Не получилось. Не получилось. Просто я хочу попробовать стрельнуть, когда он делает замах именно на меня. Отлично. Короче, когда он делает замах, он открывается и он не может как бы защититься щитом. И это срабатывает. Но дело в том, что... Это надо очень... Очень маленькие тайминги поймать, чтобы это сделать. Так, ну что ж, ну ладно. Попрощаться-то я уже с вами попрощался. Субтитры создавал DimaTorzok. Продолжение следует...